Горн, во-первых, с победой, во-вторых, если честно, во втором тайме ничего не предвещало, что мы забьем гол. Очень тяжелый второй тайм, получился гораздо тяжелее, чем первый. Откуда что взялось? Спасибо, прежде всего. Очень важная победа для нас. После не очень хорошего старта мы в последних играх выигрываем. Тем более три игры на въезде выиграли. Набрали девять очков. И для Амкара это очень важный показатель. Потому что, если посмотреть сезоны, которые мы проводили раньше, Амкар набирал очки дома, но на въезде, скажем, что меньше выигрывали. Касаемо второго тайма, конечно, первый тайм мы сыграли очень хорошо, дисциплинированно, организованно. Противник почти не создал ничего в наших ворот. Моментов много не было ни в наших ворот, ни в ворота зенита, рубина. Но вышли на второй тайм. Мы сегодня очень хорошо бегали первый тайм. В каких-то моментах, может быть, не хватало, скажем так, чуть-чуть воздуха. Но видно было, что мы и дальше продолжали организованно обороняться. Мы же команда, которая играет хорошо в оборонительных действиях. И на протяжении долгого времени наша оборона может правильно защищаться. Да, были там какие-то ошибки, но, скажем, Рубин тоже команда неудобная, с очень качественными футболистами, которые играют в директный футбол и которые постоянно напрягают последнюю линию. Мы же справлялись с этими ситуациями. В некоторых эпизодах и наш вратарь спас команду. Но в целом мы терпели, играли дисциплинированно. И, как всегда в футболе бывает, момент всегда возникает. Он у нас возник на последних минутах. Дарк Водул после аута дал передачу на Януша гола, который хорошо, скажем, отлично воспользовался моментом. И забыл гол, который нам принес очень важных три очка. Второй и последний вопрос. Насколько важно в очередной раз сыграть на ноль в обороне? Это для любой команды, для нас очень-очень важно. Если уже четвертая игра подряд, как мы не пропускаем, гол. И это показывает, что Амкар команда дисциплинированная, что Амкар играет в обороне надежно. А надежность обороны – это первый фактор успеха в футболе. Амкар-гнязаж. Субтитры создавал Д.